МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водителя задержали позже. Теперь он сам пешеход. Его автомобиль помещен на охраняемую стоянку. И вновь незамеченный, как следствие, сбитый пешеход. В субботу водитель 92-го года рождения, управляя «Ладой» 99-й модели, двигался по профсоюзной со стороны индустриальной. На регулируемом перекрестке, поворачивая налево на улицу лесную, на зеленый сигнал светофора сбил женщину 61-го года рождения. Северодвинка получила множественные ушибы. Проезжую часть она переходила на разрешающий сигнал. 11 октября, 18-20. Водитель 77-го года рождения, управляя автомобилем «Опель», двигался по улице Ленина со стороны Торцева в направлении улицы Советской. Напротив дома 8 совершил наезд на пешехода 91-го года рождения. Пешеход был пьян. За свою невнимательность он поплатился множественными ушибами. 11 октября, 18-50. На Ягринском шоссе водитель 56-го года рождения, управляя автомобилем «Тойота РАВ-4», двигался по Ягринскому шоссе со стороны Чайчего проезда в направлении Архангельского шоссе. Напротив дома 1 по Ягринскому шоссе водитель совершил наезд на пешехода 72-го года рождения. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с ушибами и переломами госпитализирован во Вторую горбольницу. Завершилась череда ДТП с пешеходами лишь сегодня. В 6.20 утра сбили еще одного незаметного северодвинца. По району труда 30 водитель 49-го года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21214», ехал в сторону Карла Маркса со стороны Ломоносова. Пешехода 82-го года рождения он не заметил. В итоге пострадавший с ушибами позвоночника и переломами доставлен во Вторую горбольницу. Проезжую часть он переходил по диагонали рядом с зеброй. Сотрудники ГИБДД информируют, все пешеходы должны носить свето-возвращательные элементы. Водителям же необходимость снижать скорость перед пешеходным переходом. А это ДТП уже с участием только водителей. В аварии пострадали трое северодвинцев, но он по вине одного. Получается, в левый бок ударяет киэс-портедж. Меня на асфальте начинает крушить и относится к винившему врагу. По словам пострадавшего мужчины, перекресток виновника аварии хотел проехать без остановки, не убедившись в безопасности маневра. Точную причину установят инспекторы ГИБДД. Неблагоприятную дорожную обстановку разбавил северодвинец, возомнивший себя Человеком-пауком. В субботу в полночь в доме 72 по улице Ломоносова Смельчак влетел к своим соседям через окно. Как он сказал, гонятся неизвестные люди, хотят его убить. И со своего третьего этажа он перелез на балкон второго этажа и, разбив окно, попал в чужую квартиру. Когда он вваливался в квартиру через разбитое окно, к перепуганным соседям получил множественные колото-резанные раны головы и плеч. Его увезли во вторую горбольницу. После залечивания ран мужчине предстоит вылечить и белую горячку, но уже в психиспансере. Происшествие и сняли его на фото или видео? Присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevsобакамail.ru Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова